Переселение людей из аварийного жилья – одна из главных задач правительства Югры. До конца этого года в регионе планируют создать свыше миллиона квадратных метров жилья. Так, Нягань ориентируется на ввод в эксплуатацию 50 тысяч квадратных метров. Татьяна Герт расскажет подробности. Просторные кухни, гардеробные, светлые комнаты. Квартиры подрядчик строит с чистовой отделкой. Оснащает сантехникой, кухонными плитами, приборами учета. Жилье для участников программы переселения из аварийного фонда. За последние пять лет этот застройщик сдал 100 тысяч квадратных метров. Дом, который готовится к вводу в эксплуатацию. И дом, который будет введен в октябре 2024 года. За основу берем квартиры, которые будут на переселение. Это начиная с 24 до 30 квадратных метров. Однокомнатная квартира 32-40 квадратных метров. Двухкомнатная 55-56 квадратных метров. Трехкомнатная около 76 квадратных метров. В Нягоне работают четыре инвестора. Строительство многоэтажных домов ведется в центре города. Также осваиваются территории, где еще недавно стояли аварийные дома. В этом году город должен преодолеть планку в 50 тысяч квадратных метров нового жилья. На сегодняшний день у нас заключен договор по микрорайону 10. Комплексное развитие территории. Кроме того, в пятом микрорайоне мы заходим с комплексным развитием ИЖС. А ИЖС – это тоже наш показатель по вводу. Поэтому сейчас поймем, как это направление работает и будем практиковать его далее с другими застройщиками. В муниципалитете 227 аварийных домов, в которых проживают 7,5 тысяч нягонцев. Расселить предстоит 137 тысяч квадратных метров аварийного фонда. Есть задел у Нягони по тому фонду, который можно будет приобрести для расселения парижного жилья. Есть те населенные пункты, где жилья коммерческого практически не строится. До 90-95% всего построенного жилья реализуется только для реализации программ социальных. Для многих застройщиков должен быть понятный механизм, должна быть уверенность в том, что заходя в тот или иной муниципалитет, жилье, которое они будут строить, гарантированно будет приобретено. По той номенклатуре, которая будет согласована под переселение аварийного жилья. На решение проблемы в целом по региону в ближайшие годы потребуется 80 миллиардов рублей. В округе формируется новая адресная программа переселения людей из домов, признанных аварийными с января 2017 по январь 2022 год. Нягонь в случае подтвержденного финансирования увеличить темпы переселения готова.